В фокусе внимания – поддержка многодетных семей. Главное совещание региона губернатор Алексей Русских начал с поручения к кабинету министров. Накануне глава области получил обращение от супруги бойца, который сейчас находится в зоне СВО. Жительница одного из районов в положении ждёт тройню. Мужчина-сирота уже несколько лет борется с бюрократией и пытается получить положенные по закону квадратные метры. Заниматься бумагами на данный момент возможности нет. Я считаю, что мы просто обязаны помочь этой семье, поэтому учаю, Дмитрий Владимирович, к вам связаться с заявительницей, помочь с оформлением всех необходимых документов, также выяснить, какая помощь необходима ещё. Помощь полагается и другим многодетным семьям региона. Такой статус присваивается бессрочно, если родители воспитывают трёх и более детей. С этого года им гарантируется новый пакет пособий государственных выплат, поддержка в сфере трудовых отношений. Все льготы закреплены на федеральном уровне по указу президента Владимира Путина, а при этом носят рекомендательный характер. Сейчас профильное министерство области работает над оценкой финансовых возможностей региона для реализации мер поддержки. В отличие от указа 2022 года, данный указ предусматривает расширение, например, такой выплаты, как ежемесячные денежные компенсации за коммунальные услуги, кроме коммунальных услуг, будет также распространение своих действий на содержание жилья. От вопросов семейных перешли к вопросам образования. Это станет центральной темой наступившей недели. Она посвящена нацпроекту «Наука и университеты». Для студентов вузов и колледжей разработана комплексная программа мероприятий. Ульяновцы узнают о деятельности учёных, которые сделали свои первые открытия на симбирской земле. В рамках этой же недели запланирован ещё один удивительный проект. Это серия фильмов совместно с телеканалом «Наука» на базе кинолаборатории «Люмьер». Будет возможность у детей, подростков, взрослых, людей, кто интересуется вопросами науки, посмотреть уникальную подборку фильмов, которые познакомят их как с цифровыми технологиями, с технологиями искусственного интеллекта. Цифровые технологии включены не только в сферу образования, но и здравоохранения. Одноимённый федеральный проект позволяет профильному министерству оснащать поликлиники города и области. Здесь же ульяновцы могут пройти комплексную диспансеризацию. С этого года расширен список специалистов, которые консультируют пациентов. С учётом объявленного президентом страны года семьи включены дополнительные проведения диспансеризации, направлены на оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Это осмотр профильными специалистами, врачом-акушером, гинекологом или врачом-урологом, соответственно, с полом женский или мужской. И также прохождение и сдача дополнительных анализов крови, мазков и так далее. За первые три недели января диспансеризацию прошли 25 тысяч ульяновцев. Перед региональным Минздравом стоит задача за три месяца текущего года выполнить план обследований на 70%. Александра Никитина и Олег Тончин, Уллправда ТВ.